Центр управления полетом, 8 августа, полдень. Леонид Кизим и Владимир Соловьев в шестой раз вышли в открытый космос. Задача – пережать нить трубопровода резервной топливной системы. Работа сложнейшая. Решения о том, как ее делать и необходимый инструмент, появились уже после их старта. Так что готовить все операции на Земле пришлось не маякам, это позывной Леонида Кизима, Владимира Соловьева и Олега Гатькова, а экспедиции посещений, в основном в ее командиру Владимиру Дженебекову. Он провел на орбите с маяками своеобразные курсы повышения квалификации, показал видеозапись своих тренировок в гидролаборатории Звездного городка. Никто не упрекнул бы ни его, ни Светлану Савицкую, ни Игоря Волка, если бы они не пришли сюда, ведь только накануне вернулись они с космодрома. К тому же у Светланы 8 августа день рождения. Но так уж повелось у космонавтов. Главное в их жизни дело. Недаром любимым словом Юрия Гагарина было слово «работать». Заживание. Претворительное. Владимир Дженебеков своего позывного «Памир» ни разу не менял. Все четыре полета, два по советской национальной программе и два международных, он совершил в качестве командира экипажа. К первому рейсу на орбиту с Олегом Макаровым в январе 1978-го Дженебеков шел 8 лет. Каждый, кто решил стать космонавтом, знает, что зачисление в отряд звездного городка – это еще не путевка в космос. Право на полет надо заслужить знаниями и умением постоянно быть в форме по сотням самых различных показателей. Второй полет советско-монгольский состоялся три года спустя. Место бортинженера в корабле «Союз-39» занял Жук Дардемидин Гуракча. «Ага, специально 60, скорость очень интересная». «Уже 210 миллиметров». «С привычем, с привычем, ребят». «Ну вот, товарищи, как видите, наш экипаж, наша семья в сборе». Путь Владимира Дженебекова в космос похож на витки восходящей спирали. Студент-физик Ленинградского университета, которому прочит блестящее будущее, вдруг уходит в военное училище летчиков и там начинает все заново. В свидетельстве об окончании училища по всем предметам высокий бал. В приказе значилось лейтенанта Дженебекова Владимира Александровича оставить в училище инструктором-летчиком. Но он опять решил сесть за парком. Теперь уже в звездном городке. Французский космонавт Жан-Лук Ритьен с ним и с Александром Иванченковым Владимир Дженебеков совершил свой третий полет, дал ему такую оценку. Высокий профессионализм, неизменное спокойствие, приветливость. С ним приятно работать и отдыхать. На вопрос, если бы вы не стали летчиком, космонавтом, то какая бы другая профессия могла вас удовлетворить? Владимир Александрович ответил, что-то близкое к физике и астрономам. Заметим попутно, что он вполне мог бы стать и профессиональным художником. По его эскизам напечатана почтовая марка. С его рисунками выходят альбомы и книги. В настоящее время Владимир Дженебеков – один из самых опытных советских космонавтов. К своему первому полету Светлана Евгеньевна Савицкая пришла именитой летчицей и парашютисткой. Обладательницей более чем двух десятков мировых рекордов. Вот что она говорила в интервью программе «Время» примерно лет пять назад, когда о космических полетах ей только мечталось. Я летала на разных самолетах, но это первый рекорд, установленный мной на пассажирской машине конструкции Александра Сергеевича Яковлева. Новое для себя дело Светлана Савицкая осваивала настолько истово, что подчас приводила в смущение своих более опытных коллег-мужчин, которые пытались как-то упростить ее вживание в новую роль. Даже на теннисном корте не допускала она послаблений. Так что Леониду Попову и Александру Сереброву приходилось маскировать свое рыцарство. И все-таки то, что космонавт-исследователь женщина чувствовалось и на Земле, и на орбите. Два года назад хозяевами космического дома были Анатолий Березовой и Валентин Лебедев. Отец Светланы, дважды герой Советского Союза, маршал авиации Евгений Яковлевич Савицкий, сказал в беседе с корреспондентом недели, что, конечно, волновался за дочь, но ему было легче, чем родителям других космонавтов. Потому что Светлана опытный летчик. Кстати, и Виктор, ее муж, летчик-испытатель. У нас в семье не принято заострять внимание на предстоящем риске. В небо уходят, как на обычную работу. Игорь Петрович Волк. Фигура в космонавтике новая. Но в среде летчиков-испытателей его имя произносится с уважением. В воздухе. На испытаниях новых машин Игорь Волк провел больше трех месяцев. Предстоявший космический полет был, конечно, короче и значительно менее рискованным. Но жене и дочерям Марине и Ирине разве объяснишь это? Когда пришла мысль стать космонавтом Маргарем Петровичем? Ну, трудно сказать. Он, по-моему, всегда мечтал что-то для себя, что-то новое открыть. Мне кажется, что эта мысль не могла прийти когда-то. Это естественные ступени его развития, я так думаю. Как он начинал здесь, с самых первых шагов. Вот так это все к этому шло, ушло, ушло и в конце концов должно было на это выйти. Но вы знали, что он готовится к полету, что полетит? Конечно, знали. Хотя сам он об этом никогда не говорил. А откуда же вы знали? Ну, вот та атмосфера, которая его окружает. Те разговоры деловые и неделовые с друзьями, которые бывают в доме по телефону непосредственно. Те отзывы. Мы живем в маленьком городе. А вот еще говорят, что он петь любит. Что поет он? Все. Все. Очень любит романсы. Любит русские песни. Причем такие разудальные, вот разинные, вот так, любимая тема, наверное. Для души. Да, для души. Но поет только в кругу друзей. Не скажу, что он может выйти. Есть настроение, естественно, к этому очень. Очень часто дома утро начинается с песни. Нас все время спрашивают, занимается ли папа нашим воспитанием. И сколько времени уделяет самому воспитанию. Времени уделяет мало. Такой задачи перед собой не ставит. Но мы не скажем с Ириной, что это мы принимаем, как то, что он не занимается нашим воспитанием. Уже нам задавали такие вопросы. И что мы говорили? Мы говорили, что воспитывает папина отношения. Вот это очень сильно воспитывает. Его отношение к работе, его отношение к людям, его отношение к маме, к нам. Все это мы видим, все это мы знаем. Все это является самыми, наверное, главными моментами воспитания. И время здесь уже не надо. Самый большой праздник – это когда утром в субботу мы все вместе завтракаем. Это бывает очень редко, но это так ярко. Мы даже иногда телефоны отключаем, чтобы посидеть, наконец, в кругу семьи. Ну, как он дома появляется, это у нас самое яркое впечатление, потому что мы практически не видим. Любите его? А как же. А как же. Космос – экзаменатор силы и нежности человека. Его нештатные ситуации требуют точной реакции, знаний и хладнокровия. А орбитальные будни – чуткого внимания к другу, терпения, ответственности перед множеством людей, связанных с тобой цепочкой общего полетного задания. Да, даже я, мы, сходи. Да? Вот такая, она же мужская донорка. Дорька. Дорька. А больше? Ну, поешь, старенька, поешь пока. Характеры здесь собрались очень сильные, и нужно было нам, конечно, какое-то время для того, чтобы найти свой стиль в работе. И этот стиль найден, ну, к счастью, он ненамного отличается от стиля, который складывался у меня в отношения с другими экипажами. И я бы сказал, что мне не очень трудно было вживаться вот в этот коллектив. В программе подготовки космонавтов есть так называемые тренировки на выживаемость. Это на случай аварийной посадки где-нибудь в промерзшей тундре или в раскаленной от зноя пустыне. На этот раз природа решила испытать людей и технику прямо на космодроме. Две недели штиль, и единственное облачко на небе, будто зацепившееся за телебашню. Впрочем, в гостинице вовсю работает кондиционер. Космонавты даже иногда на холод жалуются. Не один час в общей сложности в проявлении на ортостатическом столе в положении голова ниже ног, привыкая к неизбежному в невесомости перераспределению крови. И наверняка не пустынные миражи были постоянно перед глазами Владимира Джанибекова, а предстоящий полет, выход в открытый космос, работа с новым инструментом. А сидя на вращающемся кресле, одном из самых нелюбимых у космонавтов тренажере, он накручивал уже мысленно околоземные витки. И в монтажно-испытательном корпусе космодрома, несмотря на зной, все шло по штатной программе. Завершились последние стендовые испытания космического корабля «Союз-112». Обживание его космонавтами. Проведена завершающая юстировка приборов. Последние штрихи в работе монтажников. Межзвездное межпланетное пространство никогда не станет родным человеку. Все необходимое для жизни надо брать с собой с Земли. А чтобы работать там, нужна броня. Гибкая и прочная оболочка из металла, резина и пластмасс. Я выходил всего лишь, находился под воздействием 22 минуты, около, там, с секундами. А свободно плавал в открытом космосе 12 минут. И когда мы подходили к тени, то категорически мне запрещалось работать. Я должен был войти в корабль. Считали, что это ужасно опасно. Когда мы готовились к этой программе, никто ничего не знал. Ни одного учебника. Ничего не было. Что там ждет человека? Какие условия? Ну, понимали, вакуум будет, да. Понимали, что что-то будет с температурой. Главная задача от скафандра – отразить как можно больше солнечной энергии. Но все равно, даже при таких условиях, максимально приближенных к тому, что мы хотим, получались температуры не очень-таки хорошие для скафандра. Плюс 136 градусов со стороны освещенной солнца. Вот почему и надо вертеться. Если оставить человека постоянно в таком положении, то будет ярко выраженный контраст. Плюс 136 и минус 140. Это уже мы знаем. Мы полностью уже освоили работу человека в открытом космосе. Полностью. Для нас там ничего тайного нет. Проблем никаких нет. Ну, кроме опасности, которые всегда будет человека подстерегать. Ну, и не надо забывать, что мы постоянно бомбардируемся микрометеоритными потоками. Мы одни знаем их направление. И когда знаем, что они будут, мы не будем, конечно, выходить в открытый космос. Но есть спорадические потоки, о которых мы ничего не знаем. Они идут со скоростью 70-80 до 100 километров в секунду. Если скафандр будет пробит и будет порядка 10 миллиметров даже отверстие в скафандре, то повышенный расход смеси в скафандр позволит на некоторое время, которое даст возможность космонавту вернуться в корабль, в общем, создать более-менее комфортные условия для жизни. Все-таки каким вы видите скафандр, допустим, начала следующего тысячелетия? Я вижу его более подвижным. Материалы надо сделать полегче, чтобы выведение скафандра на орбиту было дешевле, чем сейчас. Это все-таки тяжеловатая конструкция. Но идти надо по пути облегчения, помню одно, чтобы прочность повышалась. Старт, автономный полет и стыковка неожиданности не принесли. Принято, есть касание, есть механ-соединение. Это тебе. Спасибо. Ромашки. Ромашка, видите, что ли? И на Земле, и в космосе все ждали выхода Светланы Савицкой в безопорное пространство. Про космонавтику у нас вообще принято говорить настоящая мужская работа. А про выход в открытый космос тем более. Пальцы сжать в перчатки, и то нужно большое усилие. А Светлане предстояло не только взять в руки электронный резак, созданный в Киеве, в институте имени Патона, но и разрезать с его помощью, спаять и опылить серебром несколько металлических образцов. И все это на скорости 28 тысяч километров в час. Пятый образец. Вот так, отлично. Понял. Мы видим планшеты. А она абсолютно спокойна. Так, чуть ниже, Володя, камера. Еще ниже. Еще, 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 еще. След хороший. То есть видно, в общем-то, хорошо. Утешьте, утешьте его. Вверх-вниз, вверх-вниз. Утешьте, да, 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 не спешим. Я тоже ничего не нажимаю. Пока сейчас не трогала, а он у меня... Как будто обычная домашняя работа. Так, все, я еще раз включаю. Ужняя жетка, вот сжата. Солнышки. Вот так работала Светлана Савицкая в космосе. А это планшета с образцами. Надо от тебя это. Нет, тебя. Так, вот. Инструмент действительно очень перспективный, интересный. Владимир Александрович, при работе, например, с этим инструментом после каждого образца слышались возгласы восхищения. Я думаю, что он теперь будет не только художник, но и ухода у него будет сварка и пайка. Действительно инструмент перспективный. Мы думаем и надеемся, что в будущем при монтаже и сборе каких-то космических объектов, станций, конструкций, могут быть использованы эти режимы. Могут быть использованы при стыковке конструкции и при разборке их, потому что можно и разрезать какую-то поверхность, и соединить. Можно нести напыление на поверхность, что тоже очень важно. Хочется поблагодарить создателей этого инструмента, изготовленного в институте имени Патона. И я думаю, общее удовлетворение от проделанной работы будет иметь с хорошим выходом новые перспективные строительно-монтажные направления в открытом космосе. Когда-нибудь такой инструмент станет привычным и просто необходимым в околоземном пространстве. Но это дело пусть и не очень далекого, но все-таки будущего. А вот работа по разделению и очистке в невесомости биологических препаратов на установке Таврия уже вышла за пределы научного эксперимента. Начинала эту работу Светлана Савицкая и Александр Серебров два года назад в первом полете. А сегодня на станции уже налажено полупромышленное производство. В первом полете мне вместе с Леодином Поповым и Сашей Серебровым довелось участвовать в первых таких работах. И сейчас вот у нас на борту уже четвертое поколение электрофилитических установок. При помощи этих установок в условиях невесомости есть возможность получать высоко чистые вещества. У нас на борту уже проведено получение опытно-промышленных партий, препаратов, которые необходимы для медицины, для сельского хозяйства. Так, например, в интересах фармакологии запланировано выделить партии высокочистого человеческого интерферона. Дело в том, что наши советские ученые научились методами генной инженерии выделять, получать чистый интерферон. Но вот та чистка его поручена провести здесь в условиях невесомости с помощью электропореза. Самое дорогое вот в этом эксперименте это его подготовка, это мысль и его тонкая практическая реализация, экспериментальные умения исследователя. А говорить о его практической ценности, ну я думаю, говорят сами за себя вот полученный уже результат. Вот в этой коробочке, если говорить об антигене, о производстве антигена вируса гриппа, то такого количества антигена хватит для работы всех научно-исследовательских институтов, которые по этой тематике работают всей нашей страны не на один год. Александр Александрович, какие сложности пришлось преодолевать на орбите, вот получая это лекарство? Ну, сложность заключается в искусстве экспериментатора. Здесь нужна исключительная аккуратность. Дело в том, что вот здесь внутри, в этой колонке, помещен слабый электролит, водный раствор. И представляете, с какой аккуратностью сюда нужно вводить биопрепараты, прежде чем включится электрическое поле и начнет растягивать биологические препараты, каждый в свою зону. Нужно этот эксперимент проводить исключительно аккуратно, исключительно аккуратно. Но у Светланы аккуратности хватает, поэтому уверены в успехе проводимого эксперимента. Как понял? Я тут понимаю. Понял. Ну, у нас осталось 8 секунд. Желаем вам успешного полета. До связи. К минуту. Отходит станция. Центр управления полетом еще только дал разрешение на расстыковку космических аппаратов. Есть, ребят, расстыковка по телеметрии на 12.38. ВКУ Нива, можно сейчас ее подготовить, чтобы она прогрела? А в Джасказгане, к воскоку от которого в степи была намечена посадка, все службы поисково-спасательного комплекса были приведены в готовность. Звезды тем не менее, чуть ближе, но все так же холодны. И как в часы затмения, и как в часы затмения, в дом света и земные видим сны. И снится нам не рога в космодрома, не эта ледяная синева. А снится нам дрова, дрова у дома, зеленая, зеленая дрова. Программа наша выполнена. И единственное чувство, сожаление, что опять это был короткий полет. Светлана Евгеньевич, от имени телезрителей поздравляю вас. Спасибо. Прими поздравления всех советских мужчин с великой победой. Первая советская женщина-космодавт в открытом космосе. Поздравляю вас! Ура, Светланка! Полынью пахнет, хорошо бы как. Тяжелые. Время. Светлана Евгеньевич, ну а трудно быть первой женщиной-космонавтом в открытом космосе? Я как-то не думал насчет того, что я первая или не первая, а просто надо было нам выполнить нашу задачу. Мы ее выполнили. Это, конечно, результат хорошей подготовки. У нас эта методика отработана. Надо сказать, что в нашей стране большие традиции по работе в открытом космосе. И первый человек, вы знаете, Алексей Архипчленов был, наш, советский. И вообще очень много работ проведено. Сейчас ребята, вот летают маяки, провели пять выходов в открытый космос за один полет. Это еще ни одни космонавты такого не сделали. Я думаю, не скоро повторят. Добавилось много новых впечатлений. Совершенно необычных, нужных, необходимых очень даже. Ну и просто общечеловеческих. Мир общения сужается. Хотя космос огромен. А сужается до уровня маленького объема. Где все проблемы становятся Сразу и прямо выпукло. Как на ортопробе, когда не хочешь. Психологической науки. Напрямую. Ну легкая невесомость или тяжелая все-таки? Нет, невесомость прекрасная штука. Ну довольны в целом. Ну безусловно. Будете еще летать, хотите? Ну а как же. Это моя жизнь. Парк у гостиницы «Космонавт». Владимир Джанебеков и Светлана Савицкая уже посадили здесь деревья. А сегодня он украсился еще одним деревом. Посаженным Игорем Петровичем Волком. Не просто будет этому саженцу на первых порах укрепиться в не очень-то благодатной степной почве. Но пойдут вглупившие корни, начнут работать, перекачивать влагу к стволу и расцветет, зашелестит кроный карагач. Также вот из тонкого ростка космонавтика трудом тысяч известных и безвестных людей выросла в могучую отрасль науки и техники. Космонавтика Космонавтика Экипаж корабля «Союз-К-12» программу полета выполнил полностью. Командир экипажа «Полкомный переведен». Поздравляю вас с успешным выполнением сложной программы и благополучным разрушением на подмосковном дне. Спасибо. КОНЕЦ Москва всегда тепло встречает. Тем более, это мой родной дом. Я здесь родилась и выросла, поэтому сюда приятно на эту землю вернуться. Очень приятно, что такая теплая встреча. Хотелось бы поблагодарить всех, кто нас встречает за теплые слова, которые нам сказали. Спасибо. Домой всегда появляться? Здорово. Где бы ни находился, в каких красивых местах я был, все равно сюда тянет. Радость возвращения кратковременно, потому что из опыта знаю, что пройдет совсем немного времени, и опять меня потянет туда же. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова